Значит, те люди, которые сейчас в Донецке и Луганске, это не просто люди, которые борются с фашистами, что само собой. Они еще бойцы отечественной войны, которые борются с иностранным интервентом, как их дед и прадед, другой статус людей. Люди, военнослужащие, которые участвуют и помогают в карательном операциях, это военнослужащие вооруженных хунт, то есть военнослужащие путчистов, то есть незаконные вооруженные формирования с точки зрения международного права. А все идет от телевизора, который просто искажает информацию, не говорит всю правду. И дальше у этого солдата стоит выбор. Он вместе с иностранным оккупантом, военнослужащим американским, уничтожает своего собственного отца, мать, жителей своей родины, или он переходит на сторону сопротивления иностранным интервентам, то есть переходит в партизанские отряды Донецка, Луганска и ведет борьбу за свободу своей родины. А это все вот отсюда идет, от правды, в том числе по телевизору. Говоришь правду, получаешь ответы. И совершенно другой расклад. Из этих 100 военнослужащих, у среднего, значит, я уверен, что 95, несмотря на деньги, перебежит на сторону восставшего народа. Если до него будет доведена реальная расстановка, историческая расстановка ситуации, от которой зависит, в том числе от российских средств массовой информации. То есть в этом вопрос. И еще, если это иностранная интервенция, то что надо делать в России? Вот если наши каналы говорят, что это какой-то вспышка фашизма на территории Украины, то как бы Россия вроде как в стороне. А если это иностранная интервенция, да еще и против России, что это означает? Это означает, что в России нужно принимать решение либо о подготовке к войне с иностранным интервентом, который вторгся и обязательно ударит по территории России. Либо в поддержку соответствующих процессов сопротивления иностранной интервенции на территории Украины. И то и другое требует главный вопрос решить. Какой? Мощную пятую колонию внешнего управления. Не может колония помогать другой колонии. Помогать другой колонии могут только свободные государства. Значит вопрос пятой колонии становится ключевым. Как только первый канал ВГТРК скажет, что на территории Украины иностранные... А все факты налицо. Приемники, которые есть у нас, есть. Управление со стороны Вашингтона есть. Вторжение и карательные операции, которые им ремонт, все есть. То есть все есть, набор интервента есть. Назовите правду, это интервенция. Но если они так скажут, то им придется свое собственное руководство направлять, ну не знаю, не по законам военного времени, но по каким-то законам. Потому что оно является такой же пятой колонной. И первый канал, и все остальные, и НТВ, и все остальные. Тогда придется чистить большую часть правительства. А это только на первом этапе. А потом вообще систему менять. Понимаете, то есть сказать слово интервентов, придется обернуться сюда, на органы управления в России. И возникают процессы тоже исторические. Потому что на сегодняшний день эта же пятая колонна готовит Россию к точно такой интервенции, как на территории Украины. И результат этой интервенции будет те же огромные потери, которые будут просто резня на улицах Москвы. Вот о чем речь. Поэтому это не случайные все слова, терминология. Это все стандартная компонента, сопровождающая иностранную военную интервенцию в условиях мощной пятой колонны. То есть современного типа. Зачем устраивать в Одессе вот эту резню, если это будет против, сыграет против этих президентских выборов? Да плевать они на президентские. Почему вы считаете, что... Не, ну почему? Они же с одной стороны устроят выбор, скажут, вот мы выбрали там президента, Яценюка там, неважно кого. Это чушь. Выборы американцев не волнуют. Они сказали, будут выборы. Даже если этих выборов будут только в пределах избирательной комиссии, двух округов, где-нибудь в Киеве, все они уже скажут, вот какие демократичные выборы. Это не дворные стандартные, это не такая процедура, у них назначение колониальной администрации. И им плевает на то, кто им скажет, что это плохие выборы. Кто? Россия? Да им плевать на мнение Россия. Кто скажет? И Германия, она будет молчать и прятаться у нее вооруженные силы. Американцев стоят под Берлином, никуда они не денутся. Поэтому это просто фантомы, то есть липовые события. Ну а зачем тогда устраивать такую резню, чтобы запугать народ? Конечно, как и любая резня, как до этого Гитлер устроил, Румыны в той же Одессе, то же самое делали. Все как всегда. Но если до этого все делали резню, то почему вы считаете, что сейчас другие цели у такой же, точно такой же резни? Не, ну а с другой стороны, массовое убийство народа просто откроет многим людям глаза. Ну и что? А там же этого не видят. Там никто в Украине не знает о том, что было убито очень много людей. Во-первых, у них мощная пропагандистская машина, которая об этом не скажет. И в той же Америке об этом никто не говорит. Или в той же Европе, в Германии, например. Это первое. Во-вторых, у них нет опасения, что кто-то что-то скажет. Самое главное, что они тем самым подавляют сопротивление населения, оккупированной территории, которые пытаются бунтовать. И подавляют, запугивая его. Так и все так подавляли, запугивая. Это как раз и элемент оккупационной машины военного типа. Для этого и всей этой компании дали власть вооруженным путем. Вот главный вопрос о том, что будет резня в Одессе и везде, он был для специалистов очевиден с первого момента. Как только американцы дали команду взять и Цинюку, и Турчинову власть вооруженным путем. Не мирным, как предлагал Янукович, а вооруженным. Даже они там подписали передачу власти бумагу, все равно взяли вооруженным путем. Для чего? Для того, чтобы перейти к методам военного типа на оккупированной территории. То есть к резне. То есть как только было принято решение о том, что и Цинюка и компания берет власть вооруженным путем, для специалиста было ясно, это будет стоить сотен тысяч убитых людей. И мы только в начале этого процесса. А сколько людей сейчас просто убивается во Львове, в Киеве, втихаря. Там просто журналистов в эту конструкцию не пускают, они там просто вырезают людей по-тихому. Куда делись вот эти десятки тысяч арестованных? Они же исчезли. Ну, значит, о половине из них в Орс вообще нет никакой информации. Я думаю, что их даже, некоторых из них просто никуда не довезли. А пользуясь тем, что в их руках государственная машина, все эти крематорий просто уничтожают людей, как и всегда делали. А что, Пиночер так не делал у себя там в Чили? Ну, все как обыкновенно. Происходит обыкновенный исторический процесс. Только наши средства массового государства врут в отношении этого процесса. Да, вот большой вопрос. Почему они говорят тогда хоть часть правды? Объясню я. Им дала команду в Соединенных Штатах Америки говорить о части правды для того, чтобы устроить мощную систему нестабильности на территории бывшего Советского Союза. То есть, фактически, они формируют мощный такой фактор негатива. Причем этот фактор негатива, им что думаете, этого текни бога и лицу ника жалко? Нет. Да, по барабану. Американцы как взяли, так и поменяют. Им нужно, чтобы вся бывшая территория СССР, которая на сегодняшний день оккупирована, погрузилась в военную систему самоуничтожения и уничтожения. И вообще-то говоря, они напали. Они выбрали момент. Не Россия, не Янукович выбрал момент нападения. Выбрали момент Соединенных Штатов Америки. Они его долго готовили, лет 20 в сумме. Вложили большие деньги, о чем они сами об этом говорили. Выбрали момент и дали команду напасть. Почему они дали команду напасть? Потому что они понимают, что противник, то есть, мы самые слабые. И мы сейчас в такой слабой позиции, что они этим нападением довершат ту процедуру уничтожения, которую они начали в 93-м, в 91-м году. Почему мы слабые сейчас? С их точки зрения. Значит, у нас самая сильная пятая колонна, чем она, допустим, была когда-то до этого. То есть, они рассматривают ситуацию наиболее слабую. То есть, с их точки зрения, Россия сегодня не готова противостоять вооруженной фазе вторжения. Вы же не располагаете всей информацией, которую располагает госсекретарь США. Вы же не знаете, кто на него работает в России? Не знаю. Но я уже догадываюсь, что вот здесь, в Думе, на него много кто работает. Догадывается. А он знает. И вот там, в Кремле тоже. Он знает, потому что ему докладывают его посольства, его грантополучатели подробно. Их 20 тысяч в Москве работают. Они подробно докладывают, что вот этот генерал поведет себя так-то, этот министр поведет себя так-то, этот предприниматель, бизнесмен поведет себя так-то, потому что с ним установили контакты. Потому что его уже запугали Белом Магнитского, либо санкциями, либо установили связь через механизм семьи, детей, бизнеса за рубежом и всего остального. Это же идет проварка, прокачивание всей системы людей, которые в России принимают решения. Просто сегодняшний механизм вторжения, на самом деле он и раньше такой был, сегодня просто это становится как бы более развернуто в эту сторону. Он основан не на ядерных ударах и механизированных армиях вторжения, как Первая и Вторая мировая война. Он основан на работе с пятой колонны. Он и тогда был на работе с пятой колонны, только работу с пятой колонны дополняли механизированной армией. Вначале пятую колонну готовили, потом армии. Но сейчас мы находимся в стадии, он основан на работе с пятой колонны. То есть они понимают, как пятая колонна будет реагировать. Пример как она реагирует в условиях иностранного вооруженного вторжения Украина, когда чиновники реально наиболее важные для этих целей поддержали иностранную вооруженную оккупацию. Какие? Но прежде всего чиновники в мундирах. Это Министерство обороны Украины и пограничная служба. И мы уже говорили. Я просто смотрел комментарии. Некоторые люди говорят, какой же вооруженный путь и интервенция, если нет военных. Есть военные. И когда пограничная служба говорит президенту, что она его будет собьет, если он немедленно не сдастся иностранным войскам вооруженным силам вторжения, потому что есть вооруженные, как вы их называете, наемники, а это иностранные солдаты, то естественно она участвует в заговоре и участвует в путье. Правильно? Пограничная служба, например, это воинское подразделение, воинское формирование. Министерство обороны, которое в условиях иностранной интервенции заявляет о своем нейтралитете. Я говорю о событиях еще когда Янукович сидел в кабинете. То же самое. Это все элементы государственного военного переворота, организованные иностранными интервентами, через пятую колонну. То есть вы считаете, что то, что тогда не вступили с Министерства обороны, оно там два раза вам заявляло, что наша хата с краем, вы тут разбирайтесь в Киеве, мы ничего делать не будем. Это как раз деятельность пятой колонны, да? Да, да. И то, что там суды затягивали, этих отпускали, погромщиков, зачинщиков, майданщиков, это все вот туда относится. Ну понятно. Нет, но это все была система заранее, все было готово, организовано и так далее. Та же история, но я еще раз говорю, я вам говорю, та же история в России. То есть американцы, начав вторжение на Украине, оценили прежде всего ситуацию в России. На Украине она у них была готова, я думаю, еще в прошлый раз, когда был Ющенко, помните? Они могли бы и тогда сделать все то, что они делают сейчас. Но тогда они считали, что они не готовы к ситуации в России, что Россия имеет, скажем так, слишком слабую пятую колонну, с их точки зрения, чтобы играть по их правилам. Теперь они считают, видно, что пятая колонна в России сильнее значительно, чем она была тогда. Не случайно они Путина свергли, фактически не пустили его на третий срок. Это же было разыгранное имя и комбинация технологически. Да, но вот многие люди считают, что Россия сейчас наоборот сильнее, исходя из внешней стороны, что у нас армия усилилась. Я прежде всего говорю о том, о чем, что, как рассчитывает ситуацию американский генеральный штаб и госдепартамент, ЦРУ и другие подразделения. С точки зрения конкурентной войны, которую они ведут по всему миру, в том числе в Россию и на бывшей территории СССР. Они так считают. Я тоже считаю, что армия усилилась. Я тоже считаю, что многие процессы улучшились. Но с их точки зрения эти улучшения все равно не компенсировали систему ухудшений, которую они добили за 4-5 лет. После того, как скинули Путина. Понимаете, да? С их точки зрения. Потому что они получают обратную информацию. Они потратили эти деньги, на Украине они сказали 5 миллиардов, в России, естественно, во много раз больше. Потратив эти деньги, они получили обратную связь в виде информации, в том числе. Поэтому они могут здесь просчитывать ситуацию. А учитывая, что для них это уже 20-я интервенция этими методами за последние годы, то понятно, что у них уже рука набита, все работает, система крутится. Для них уже 20-й раз, когда они и те же люди занимаются, естественно, они понимают реакцию подведомственной среды. Технологию, тем более эти 20-й раз у них были в принципе в основном победы. В основном. А если были не победы, как в Сирии, то они были связаны с третьими силами, в данном случае по отношению к Сирии с Россией, которая не дала им просто уничтожить Сирию и все. Поэтому, а сейчас они решают главный вопрос, вопрос России. Если они не решат вопрос России, мы уже об этом говорили, они не решат вопрос сохранности Американской империи. А чтобы решить вопрос России, им надо решить вопрос сегодня, тактически Украины, на которую они напали вооруженным путем. Поэтому Украина для них вопрос национальной безопасности США, о чем американские власти публично и сказали. То есть то, убьют ли они в Славянске 100 человек карательной операции, или 1000, или в Одессе, или еще где-то, есть вопрос национальной безопасности США, о чем США публично и говорит. Шон Керри заявил о том, что весь происходящий кризис ставит на кону, разыгрывается безопасность в Соединенных Штатах. И все, вопрос мирового лидерства он заявил в Соединенных Штатах. Нет, а конкретно даже Нурланд говорил, что вопрос национально безопасности США о событии на Украине. То есть, насколько им удастся провести успешно карательные операции? Запугают ли они и Россию, и Украину или нет? Вот для чего это делается, как и до этого делалось. И я вам скажу, что да, запугали. Где полуторамиллионная Одесса? Нет ее.